Ну вот, я благополучно перепрыгнул через этот ручеек. Ну а ребята, поскольку прыгать не умеют, пойдут на мост. Давайте, давайте, ребята. Все туда. У входа в лес места не столь дикие, неопитаемые. Здесь есть тропиночка. Я так понял, что в основном здесь гуляют собаки. Может быть, хозяева с ними тоже ходят, как вариант. Там уже начинается подъем. Сейчас мы туда отправимся. Ну вот, остался я, получается, здесь один. Ребятам, конечно, хорошо. Они там вдвоем на той стороне реки, точнее сказать. А я такой, герой решил перепрыгнуть. Ну, лес, скажем так, слишком тихий. И все-таки есть в нем что-то жуткое. Очень много поваленных деревьев. Все такое серое, мутное. Ладно, дожидаюсь народа. Ну, в общем, мы уже покорили первый подъем. Теперь нам предстоит практически как-то на ощупь, не знаю, искать вершину горы, потому что она никак не отмечена. И для этого нам предстоит идти прямо в лес. Просто идти и искать самую высокую точку в этом зимнем лесу. Медленно, но уверенно мы продвигаемся вверх. Здесь уже есть довольно ощутимый подъем наверх. Не знаю, насколько позволяет это увидеть в видео. Возможно, мы уже практически на самой вершине. Медленно, 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 медленно. Мне кажется, что мы сейчас сделали громогасных заявлений. Но возможно... Мы уже выбрались. Ну, давайте посмотрим. самую вершину горы Вебранки. Сейчас постараемся совершенно показать, как все-таки это выглядит. Вот так вот вниз уходит склон холма. Легенький подъем, но ничего, физические нагрузки это очень даже полезно. Итак, возвращаясь к вопросу сервиса. Как видите, здесь для нас уже кто-то подготовил все необходимое, поэтому если вы решите покорить Вебранку, не расстраивайтесь, вам не придется особо мучиться, у вас будет все, что необходимо. Правда, еду лучше принести свою. В общем, мы тщетно пытались развести костер. Да, как бы неловко это признавать, но ничего у нас в итоге не получилось. Мы решили, что придется перекусить всем холодненьким. Да, в кустах нашли, не думайте, что мы принесли с собой. Все так и было. Но с другой стороны, в этом есть тоже, знаете, своя изюминка. Можно просто сидеть дома перед камином и смотреть на обои, обои свои волосатые ноги. А можно пойти в лес, можно попутешествовать. Туризм у него, на самом деле, очень разные лица. Поскольку сейчас нету снега, отпадает вариант с санками, отпадает вариант с лыжами. Зато вариант с тем, чтобы совершить пеший поход, он всегда актуален и зимой, и весной, и летом. Присоединяйтесь. Настало время рассказать о том, как мы вообще нашли эту гору, Вебранку. В свое время мы изучили карты, обнаружили там такую высоту, ее высота 190 метров. Впоследствии, пробив ее в интернете, мы обнаружили такой клуб альпинизма и туризма, Надир. Посмотрели их фотоотчет, посмотрели, как они покорили эту гору в свое время и решили последовать их примеру. Они, кстати, тоже сделали это зимой, но, к сожалению, у нас немножечко зима подвела, все растаяло. Ну, скажем так, по календарю, это как раз таки зима. Вершина ее представляет собой, как вы уже заметили, обыкновенный лес, что-то вроде такого вот плато, на которое следует подняться. И потом довольно-таки пологий спуск идет вниз. Ничего такого прямо примечательного вы здесь, конечно, не увидите, но сам факт, что вы покорили эту высоту, можно будет внести в свою коллекцию маленьких спершений. Мы уже выбрались из леса, скажем так, с захода в него он выглядит гораздо более красиво. Выходят здесь как раз таки сосны. Мы обнаружили здесь пару совершенно бесхозных столбов или этих электропередач. Непонятно, что они тут делают в количестве двух штук, но это уже так, не суть. Наша задача сейчас найти еще одну высоту, которая тут действует, она безымянная. Если все верно, то мы должны на нее наткнуться, двигаясь по этой дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас движемся по пустынным улицам деревни. Это начало деревни Караваева. Вот о чем я и говорил. Очень скользко сейчас. К сожалению, мы так и не нашли этот реангулятор, который обозначал неизвестную высоту. Очень жалко, очень обидно. Мы как-нибудь попробуем все-таки его еще найти. Если, конечно, он есть. Прошло уже все-таки 8 лет. С того момента, как были опубликованы фотографии, он просто уже мог исчезнуть. Так что теперь наше путешествие, по сути, завершено. Нам осталось только добраться до железнодорожной станции Равнополья. Ну, перед этим мы еще преодолеем мост через Свислочь. Пожалуй, его мы все-таки снимем. Совершенно неожиданно для себя мы обнаружили заброшенное здесь здание на территории Караваева. Это был одесский дом творчества, искусства. Заброшен он сейчас окончательно. Центр спорта и туризма. А, спорта и... Нет, центр туризма и путешествий. Да, центр туризма и путешествий. Вот его центральный вход, выбитый из стекла. Перебывает все в довольно-таки печальном и умном виде. Печальный, печальный, господа. Печальный, печальный, господа. Печальный, печальный, господа. Возможно, мы могли бы найти здесь какие-то реликты, был их племен. Что-то мне кажется, что отсюда уже все вынесли. Всё, не нужно. Надо всё сошить, потому что не получится. Всё же. О боже, какое летающее штуковое. Всё летающее штуковое. Не, давай, убери. Не, не хочу. Пахнет, как у Бога дома. Гена, обратите внимание. Караваева Стрит. В 2017. Глупо, пусто. Очень много. Интересно, что же маргиналов здесь нет? Да. Постепенно снимаем полы. Мало, что теперь говорит о том, чем здесь занимаемся. Вообще интересно, сколько он заброшенных. ЧТО. КОНЕЦ Продолжение следует... Мы находимся на станции Равнополе. Здесь заканчивается наш маршрут. Все-таки мы сумели найти гору в Обранку. К сожалению, мы не смогли найти триангулятор за другой неизвестной высотой. Но мы еще вернемся туда и обязательно его постараемся найти. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И путешествуйте сами. Всего вам самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Эксклюзив, господа. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я же говорил... Лед непрочный. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok